Что женщина должна скрывать от мужчины? И вообще, должна ли она что-то от него скрывать? Обязательно досмотрите выпуск до конца, потому что в конце я расскажу удивительно шокирующую историю о том, как определенные тайны в отношениях могут привести к раздору и в том числе и к разводу. И эта тема действительно очень актуальна, потому что многие из вас даже не представляют, как та откровенность, с которой вы рассказываете о многих вещах в отношениях своему мужчине, может усложнить те самые отношения. Вместо того, чтобы вы развивались, они становятся только хуже, хуже и хуже. Безусловно, я бы начал с того, что любая ложь в отношениях – это не есть хорошо. Но есть вещи, которые не назовешь ложью. Это в большей степени связано с каким-то таким мудрым, осознанным подходом. То есть есть лишняя информация, которая действительно не должна быть в поле зрения мужчины. Поэтому обязательно записывайте все то, о чем я буду сейчас говорить. Возможно, вы уже в какие-то моменты накосячили и рассказали что-то своему мужчине из того, что нельзя было рассказывать. Первое, с чего я хочу начать – это, конечно же, опыт предыдущих невротических отношений. Когда женщина в подробностях рассказывает мужчине о том, что у нее было в прошлых отношениях, скандалы, интриги, расследования, какая-то ерунда. Это, безусловно, создает такое психологически-эмоциональное присутствие предыдущего партнера в отношениях. И подробности эти никому не нужны. И вот о каких подробностях хотелось бы сказать. Например, вы можете рассказать своему мужчине, что в прошлых отношениях вам годами изменяли и вытерпели. Почему такая информация опасна в первую очередь для вас? Безусловно, мужчина понимает, что, он может быть даже не понимает, а чувствует, что он находится рядом с абсолютно неуверенной в себе женщиной, оторванной от собственной самооценки, самоценности, отсутствия какой-то гордости, самолюбия, самоуважения. И вы такими рассказами только даете мужчине возможность вести подобную тактику, подобным же образом поступать по отношению к вам. То есть где-то, возможно, мужчина заинтересуется другой девушкой, понравится ему кто-то. И он подумает, что вот такая легкая интрижка, она в любом случае ничего страшного не привнесет в наши отношения, даже если это и узнается. Я вам даже расскажу один случай из собственной практики. Ко мне приходил мужчина, который в принципе в отношениях не хотел никаких измен. То есть он любил свою девушку, все у них было здорово и замечательно. Но в один прекрасный момент, причем до того момента, как она ему рассказала, прошло уже там около года, как они были в отношениях. И вот в один прекрасный момент, там что-то случилось у нее, значит, она приревновала своего мужчину на какой-то встрече с друзьями, с подругами и очень неадекватно себя повела. И когда они разругались, она решила объясниться и говорит, ты знаешь, прости меня, я не хотела портить тебе настроение. Просто в предыдущих отношениях он изменял мне целых 4 года. У него постоянные любовницы были, проститутки, куча женщин. Я обо всем об этом знала, мучилась, страдала. А потом, когда он меня еще и бросил, я вообще чуть с ума не сошла. Поэтому я вот так теперь очень ревностно отношусь к тому, что ты улыбаешься некоторым из моих подруг. И этот мужчина мне рассказывает, вы знаете, до момента, пока этот разговор не состоялся, у меня даже мысли не возникало смотреть на других женщин. Как только я об этом услышал, как только я услышал, что моя женщина 4 года терпела измены, знала этих любовниц, проституток, у меня начали закрадываться мысли. А что если я вдруг гульну где-то, с мужиками съезжу куда-нибудь, мы там поразвлекаемся. Но даже если она ее узнает, если она 4 года терпела там, уж одну-то измену она мне точно простит. И это становится уже навязчивой мыслью, навязчивой идеей. Поэтому ни в коем случае не посвящайте в подробности своего мужчину о том, что там происходило. Вы наверняка спросите, а как же скрывать от него все? Вот сейчас прям дословно запоминайте то, что я скажу. И ставьте лайк. Спрашивает мужчина, почему расстались? Говорите, у нас все хорошо было, мы были вместе, он мне изменил, я ушла. Точка. Без подробности. Эта фраза стабилизирует мужчину. Он ей изменил, и она ушла. Чувствуете разницу? Мне изменяли годами, я терпела. Эта вот сопливая такая ерунда. И позволяет мужчине быть раздолбаемым. И с другой стороны фраза. Он мне изменил, я развернулась и ушла. Мужчина сразу приходит в себя. Он начинает понимать, что если это произойдет, и моя женщина об этом узнает, она просто развернется и уйдет от меня. Следующий момент очень важный. Он касается физического насилия. Очень многие женщины считают, что рассказать своему мужчине о том, что ее избивали в прошлых отношениях, и она там долго это терпела, это и есть норма. То есть она такая бедная и несчастная, а теперь ей нужен защитник, который будет ее спасать. Прекрасно понимаете, что наша психика устроена удивительным образом. Она имеет адаптивные свойства. И то, что изначально может казаться тебе дикостью, со временем для тебя становится нормой. И вот когда женщина говорит своему мужчине, который в принципе никогда не был склонен к какому-то физическому насилию, что ее били много раз, а потом в таких отношениях опять всплывает нечто ужасное. Например, опять пример привожу. История с таким же мужчиной. Никогда в жизни рукой женщину не трогал, не толкал, не замахивался, не бил тем более. И вот у меня моя жена. Я знаю прекрасно, что в прошлых отношениях ей там муж и ребро сломал, и у нее там ушибы были постоянные, сотрясение мозга, и там с челюстью какие-то проблемы. То есть он реально бил ее. И опять же таки, я об этом узнаю. И представляете, начинается скандал какой-то, и у меня просто возникает желание отдать ей полбу. Пусть не сильно так, говорит, ладошка, что посадите ее. Но меня эти мысли пугают. Я не хочу бить свою жену. Я не собираюсь этого делать. Но позывы такие происходят. И хорошо, если вот такой разумный мужик вовремя оказывается в кабинете у психотерапевта, например, у психолога. И делает прививку. То есть он заранее пытается решить эту проблему, не дожидаясь, когда это произойдет. Это тоже важно понимать. Не нужны ваши вот эти, простите меня, сопливые истории. Как вам изменяли, как вас били. Это абсолютно лишняя информация. Вы даете своему мужчине абсолютно легитимное право в состоянии стресса повторить такой же опыт. И потом можно все, что угодно говорить. Мне не повезло, все мужики одинаковые. Вот я вам конкретные примеры привожу из практики своей. Многие из вас могут, конечно, сказать, вот мне опять не повезло, вот я опять встретила другого мужчину, не такого мужчину. Вот у меня на моей программе, я такая одна, удобная или уникальная. Есть вебинар, где, и не один причем, где я рассказываю женщине, по какой причине она притягивает в свою жизнь мужчин, которые являются олицетворением ее страхов. Вот она боится, что будут изменять, ей изменяют. Боится, что будут бить, ее бьют. Боится, что он бухать будет, он бухает рядом с ней. И на этом вебинаре я рассказываю про все ошибки, которые вы совершаете в общении с мужчинами. Почему на вас жениться не хотят, почему вы встречаете мужчин, которые с вами готовы жить, сожительствовать, встречаться, но не брать за вас ответственность. Поэтому, если у вас есть желание разобраться в себе, разобраться в опыте невротических отношений, в самооценке, в сексуальности своей, под этим видео есть ссылочка, переходите по ней, регистрируйтесь абсолютно бесплатно из любой точки мира, принимайте участие. Следующий очень важный момент. Это у женщины есть история рассказывать о том, как она бывшего мужика на себе тянула. Вот он лежал на диване, годами не работал, там, не знаю, пил пивасик, постоянно с друзьями, она давала ему денежку на сигаретки, оплачивала ему проезд на бензин, закрывала его долги. Это тоже абсолютно ненужная информация. Она расслабляет мужчину. То есть, ваш мужчина в какие-то моменты, когда он будет сталкиваться с проблемами, стресс, какие-то барьеры при достижении цели, у него будет всегда мысль о том, что я могу сейчас сдаться, абсолютно спокойно лечь на диван, ничего не делать. Моя Галенька, она сейчас возьмет на себя основную нагрузку, будет работать на трех работах, пока я буду заниматься восстановлением своих ресурсов. Поэтому такая история тоже абсолютно не нужна мужчине, об этом рассказывать не надо. И напишите, пожалуйста, в комментариях, о каких историях, которые вы рассказывали своим мужчинам, вы потом пожалели. Потому что я знаю наверняка, что у вас такие истории были, а потом в конфликте, в каком-то скандале, мужчина вас начинает носом туда тыкать и говорить, а вот помнишь, а вот смотри, ты сама какая. Пишите об этом и поддерживайте друг друга, конечно, комментируя то, что вы высказываете. Еще один очень важный момент, о котором я хотел сказать. Ни в коем случае не рассказывайте своему мужчине о своих сексуальных достижениях в прошлом. Я вам приведу несколько примеров. Парень с девушкой знакомится, мужчина-женщина, начинают общаться. И по какой-то такой необъяснимой причине, не то с башкой проблемы. Может быть, она хочет показать какую-то самодостаточность. Может быть, пытается показать, что она сама себе хозяйка, что ей вообще море по колено, она современная женщина. Тут все очень индивидуально. И она говорит своему мужчине о том, что ты знаешь, у меня был такой опыт, когда я познакомилась с парнем в баре и в первый же день ему отдалась. То есть переспала с первым встречным, получается. Ну, был у меня такой опыт. И безусловно, вы думаете, это как-то улучшит ваши отношения? Ни в коем случае. Вы посеяли такое зерно раздора, о котором даже не подозреваете. У вашего мужчины всегда будет находиться повод и мысли о том, что вы можете поступить с ним в любой момент так же. Что вы можете оказаться где-то, на какой-то вечеринке, с подругами, с друзьями, без него, либо куда-то пойти. И первый встречный, кто вам там понравился, заговорил с вами, уже тащит вас в постель и делает с вами все, что у вас захочет. Там уже фантазия работает на ура. И мужчина, естественно, додумает, придумает, разукрасит все, сценарий пропишет самый удивительный, как в порнофильме. И это информация абсолютно лишняя. У меня были такие истории в практике, когда мужчины рассказывали о том, как им теперь сложно бороться с ревностью, с навязчивыми мыслями о том, что женщины им рассказывали, что у них был опыт секса с первым встречным, что у них был опыт, где она занималась сексом с двумя-тремя мужчинами, что она вообще очень опытная, что у нее больше 56 мужчин. А у меня вообще уникальный случай был, когда парень с девушкой работали в одной организации. И девушка очень сильно нравилась этому парню. И он за ней ухаживал, но она на него не обращала внимания. А все как-то строило отношения с другими мужчинами. И перед его глазами, в принципе, проходила вся ее личная жизнь. Она очень в подробностях и откровенно рассказывала о том, как у нее складывались эти отношения, либо не складывались. И вот в один вечер, они где-то после работы пошли попить кофе. И она этому парню говорит, а вы представьте себе его состояние. Он в нее влюблен уже несколько лет, и она ему рассказывает, блин, короче, я вчера сосала 7 раз. 7 раз я отсосала своему парню новому. Вы представляете, что так мне хотелось вот именно делать ему минет. И мы проснулись утром, я у него, короче, сделал ему минет. Потом мы что-то поели, посмотрели телик, выходной день. Мне опять захотелось. И, короче, я ему 7 раз, вот до вечера, короче, делал минет. Вот. Чем заканчивается история? Спустя какое-то время он свидетель всех ее похождений любовных, всех сексуальных интриг и подробностей, становится ее мужем. И тратит большую часть заработанных средств тяжелым трудом на помощь психотерапевту. Потому что находится в состоянии патологической ревности, страха, что его женщина будет изменять, просто не в состоянии контролировать себя, вплоть до самых-самых ужасных мыслей суицидальных, потому что я просто не справляюсь с этим. Я постоянно навязчиваю мысли, что там с этим так было, с этим так было, с этим так. Тем более, ладно, если бы я хотя бы просто догадывался, как было. А так-то я все это знал прекрасно, и для меня это вообще информация, она, как выяснилось, была лишней. Почему я это слушал? Ну, слушал, потому что никогда вообще не верил в то, что я могу быть с этой женщиной в отношениях. Да, был тайно влюблен, но всегда понимал, что я вообще не в ее вкусе, и перспектив у меня точно никаких нет. Но вот как-то так. Поэтому здесь даже понятно, что необходимо задуматься над тем, стоит ли рассказывать что-либо своему мужчине из прошлого, например. И также нужно подумать о том, стоит ли вообще рассказывать ближайшему окружению мужскому, что у вас там было. Потому что вот эти истории, знаете, дружба между мужчиной и женщиной. Я вам тоже расскажу одну еще историю. Дружба между мужчинами и женщинами. Парень с девушкой дружили с детских лет. Дружат, дружат, дружат. Она ему рассказывает все подробности интимной жизни своей, где она там что делала. И в какой-то момент она совершенно случайно берет и ляпает, значит, ему, что она там изменяет своему мужу. Ну, он, естественно, там ей сказал, слушай, ну это твое личное дело, ты, конечно, сама решай. Происходит следующее. Этот парень, который с ним много лет дружил, влюбляется в девушку. Ну и, соответственно, там любовь. Он действительно влюблен был в нее. И с этой, со своей барочной, перестает, подружка перестает общаться. То есть, постепенно общение сходит к минимуму. И этот парень, значит, рассказывает своей подруге уже, ну, своей женщине про свою подругу, что вот она там изменяет мужу, дура такая и так далее. А эта девочка является двоюродной сестрой какого-то родственника этого парня. Говорит ему, блин. Значит, вы вдумайтесь просто. То есть, это же одна большая семья, земля. Там родственник, там знакомый. И эта информация через там какие-то восьмые руки доходит до мужа, значит, этой его подруги. Ну и, соответственно, там что, блин, там драки, разборки, побои, разводы, конец дружбе между этими людьми. Ну, вы, конечно, можете быть супероткровенными. Но, опять же таки, есть огромный-огромный перечень ошибок, которые вы вообще, женщина, допускаете в силу своей низкой самооценки, отсутствия прокачанного сексуального интеллекта, эмоционального интеллекта. Вот об этом я, кстати, подробно рассказываю у себя на программе. Я такая одна, удобная или уникальная. Ссылка находится в описании под этим видео. Переходите по ней, регистрируйтесь бесплатно из любой точки мира. Вы можете принимать участие. Тем более, те девушки, которые уже накосячили и наговорили своим мужикам там ворох вот этих всех историй, вам 100% нужно на эту программу прийти, чтобы понимать, как вообще дальше действовать и разбираться в этих невротических отношениях. Ну и, как я и обещал, вот эта история удивительная, которая покажет вам необходимость действительно в отношениях надо быть честной и мужчине, и женщине. Но еще раз повторюсь, есть вещи, о которых, возможно, стоило бы рассказать мужчине, прежде чем создавать с ним семью, чтобы понимать его реакцию. И вот история следующая. Приходит ко мне мужчина молодой в ужаснейшем состоянии, в состоянии жуткой депрессии, с заплаканными глазами, бледный. Садится и говорит, Марк, у меня ситуация просто катастрофически критическая. И у меня жена есть, которую я очень сильно люблю. Причем люблю ее безумной какой-то любовью. Она беременна. И мы этому, естественно, очень обрадовались. Беременна, все здорово, замечательно. Она пошла остановиться на учет в женскую консультацию. Там прошли все эти процедуры. Значит, ей сделали УЗИ. И она пришла, ну и показала мне, там папочка у нее такая была, показала мне эти фотографии с УЗИ. Ну и там такой маленький горошинка какая-то, рисинка. Ну и естественно, я довольный, счастливый. И она оставила эту папку, говорит, как-то на столе лежит она. Я думаю, ну, слушай, ну раз она мне показала, она в открытом доступе, ну я себе сижу, у меня же жена моя, поинтересоваться ее здоровьем, что там у нее происходит. Хотела бы что-то скрыть, убрала бы ее. И я, как говорится, там карточка этого пациента. Ну и написано, там такая-то, такая-то, возраст такой-то, там группа крови, срок и так далее. И ниже, значит, беременность по счету, какая у нее идет. И количество абортов. Восемь. Восемь абортов. У меня как-то ощущение было, что я упал, блин, с десятого этажа. И она заходит в этот момент в комнату. Я говорю, это что такое, у тебя что, восемь абортов было? Она говорит, ну да. А что ты мне никогда не говорила об этом? Я не знаю. А надо было? Говорит, подожди. Восемь раз ты беременела от кого? Говорит, ну вот там три раза от Гриши, пять раз от разных других. Говорит, не понял ничего. Говорит, ну вот три раза я беременела от своего парня, бывшего. А до этого пять беременностей у меня было от разных мужчин. Во-первых, я никогда не задавал вопросов, связанных, сколько у тебя мужчин было. Мне это было как бы не то, что неинтересно, но это, в общем-то, я думал неправильно спрашивать. Я бы никогда и не спросил об этом. Но беременность и аборты, это совсем другая история. И в тот момент, когда все это происходило, он начал ходить в терапию, ходил, ходил, ходил какое-то время. И спустя, наверное, месяца два, он пропал на какое-то время, спустя месяца два, он позвонил и сказал, что он подал заявление на развод и разводится с ним. Что он не готов быть с такой женщиной в семье, что он не готов с ней вместе делить кровь, постель. У него нет никакого доверия по отношению к ней. И можно, конечно, ему сказать, да ладно тебе, что ты как тряпка, покажи, что ты мужик, сожми зубы, яйца под тени и давай действуй. Мы не имеем права. Это его личные чувства, это его ценности, это его мировоззрение, как он, почему он так воспринял эту информацию, какими там отношения были. И да, там он не умывает рук от ответственности за ребенка, и он жене так и сказал своей, прости, вместе мы быть не можем, я бы готов там оплачивать и обследование, и ребенок родится, и готов общаться с ним, и платить деньги, быть полноценным папой, но в отношениях с тобой я не могу быть. Как бы я тебя не любил. Брак на этом закончился. Поэтому думайте своей головой, что вы несете. А вот слово несете, оно как раз таки в полной мере отражает то, что я хочу сказать. Вот такой бред просто. Я вот когда слушаю некоторые истории мужчин, не женщин, которые приходят после ваших рассказов в кабинет их психологов, и вы, конечно, можете сказать, ой, какие слабые мужчины пошли им сразу в кабинет к психологу. Нет, они не слабые. Они просто не хотят сдохнуть в 40 лет от инсульта, либо инфаркта. И хотят быть психически уравновешенными, для того, чтобы быть способными проживать свою жизнь. Они всю свою жизнь думают, что у него женщина, как немножко куку, не подумав своей головой, ляпает не пойми что. И были же вот эти истории, известные всем, даже показывали, я забыл там, на Кавказе где-то, когда молодой парень, представляете себе, что это такое? Для кавказца, для мусульманина, для человека, который чтит законы своего рода, законы Тейпа, выясняется на свадьбе, что его жена бывшая эскортница. Я не помню там имен, фамилии, это не столь важно. Я представляю, какую боль этот человек пережил. Вы вообще вдумайтесь. Он же женился на ней не потому, что он решил поразвлекаться. Он же ее любил, он привел ее к себе в дом, показал ее своей семье, получил благословение от своих родителей. И в конечном итоге вот такая новость. На, держи, получай. И я помню момент один, это спорно, конечно, безусловно. Вот я даже попрошу вас и этот момент прокомментировать. Как вы считаете, стоит, например, женщине, которая имела опыт работы в эскорте, проституцией занималась, рассказать своему мужчине об этом? Ведь она не застрахована от того, что кто-то об этом не узнает. И такие ситуации тоже были, когда ко мне приходили мужчины и говорили, что, представляете, я сижу с женой в ресторане, общаюсь с людьми, и там друзья мои сидят. И к моему другу подходит его знакомый, как увидели случайно на своем месте, и говорит, что это шалава с вами делает? Вы вообще в курсе, что она эскортница? Вот что? А это как по-вашему, нормально? Мы часто, я в видео свои говорю, вот там женщины часто нарываются на мужиков, козлов. Женское коварство и женская жестокость, она не обязательно должна транслироваться в поступках и действиях. Вот в таких вещах, ложь, обман, она действительно может уничтожить мужчину. И по поводу признания. Однажды я имел возможность общаться с людьми в реабилитационном центре. Он не только реабилитационный центр, но еще имеет такую духовную направленность, относится к одной из конфессий религиозных. И, значит, в этом реабилитационном центре собираются наркоманы бывшие, проститутки, алкоголики. Это мы и дальше по списку. Вот там, с зависимостями разными люди. И, безусловно, в состоянии кризиса, когда они там вместе находятся, они, возможно, понимают друг друга. Почему? Потому что срабатывают и определенные, господи, биохимические процессы, потому что они чувствуют там единение, общую цель, кайфуют, гормоны их объединяются, соединяют, адаптивность определенная, взгляды на, и желание трансформироваться. Но, когда эти люди выходят за рамки своих этих реабилитационных центров, они сталкиваются с очень серьезными проблемами. Я говорю про людей, которые там нашли друг друга. Вот. И у меня была такая возможность работать с несколькими парами, где, значит, мужчина был наркоманом и попал в этот центр. А она была проституткой и попала в этот центр. И оба они там, значит, пришли к вере, пришли к самопознанию, раскаялись, познали Бога, крещение прошли и решили создать свою семью. И там тоже была масса проблем. Проблем, которые не дали возможности этой семье даже при духовном фундаменте сохранить эти отношения. То есть маловероятно, что такая семья будет существовать и жить. Поэтому включайте свои головы, не забывайте проходить регистрацию на мою бесплатную программу. Никогда не обманывайте своих любимых, но думайте, что вы говорите. Если эта информация действительно может изменить ход событий в будущем, то об этом лучше рассказать в подходящий момент, перед тем, как у вас возникнут очень крепкие чувства. если же эта информация просто может внести раздор, как я сказал, про побои, про измены какие-то, лучше об этом не говорить. Оставьте это при себе. Пусть это будет исключительно вашей тайной.